Мне хотелось бы начать наше занятие с небольшой загадки. Идет, а без ног, летит, а без крыльев, не остановить и не удержать. Я думаю, вы все догадались, что сегодня речь пойдет о времени. В нашей жизни мы постоянно сталкиваемся с необходимостью ориентироваться во времени. Ведь каждый из нас помнит, когда он родился и сколько ему лет. Все мы с нетерпением считаем дни до Нового года. Нам важно знать, когда произошло важное событие и насколько раньше другого. Но в конце концов, просто знать время для того, чтобы вовремя прийти в школу. Итак, нужно научиться считать время, чем мы с вами сегодня и займемся. Тема сегодняшнего урока «Счет лет в истории». Мы привыкли измерять все вокруг. Длину мы измеряем в метрах и километрах, вес в килограммах. А как же измерить время? Для этого нам пригодится наука хронология. Это вспомогательная историческая дисциплина, которую устанавливает последовательность дат и событий. Или проще. Хронология — это наука времени. Она получила свое название в честь древнегреческого бога Хронос. В переводе его имя означает «время». Согласно легенде, именно время первым появилось во Вселенной. А уж потом появились воздух, вода и огонь. Время — одно из самых важнейших понятий в жизни человека. Мы уже с вами говорили, как важно человеку ориентироваться во времени. Ведь от этого зависит вся его жизнедеятельность. Древнему человеку было важно знать, когда начнется лето или зима, когда начинать сеять или собирать урожай. Ведь от этого зависела вся его жизнь. Поэтому необходимо было научиться измерять время. Но как? Ответ подсказала сама природа. Люди заметили, что ход времени связан с Солнцем и Луной. Наблюдая за Солнцем, люди вычислили для себя первую единицу измерения. Это сутки, разделенные на день и ночь. От восхода до следующего восхода Солнца. Наблюдая за Луной, люди выделили месяц. От полнолуния до полнолуния. Наблюдая за природой, люди увидели, что природные явления повторяются. Так появилось понятие год, равные промежутки между сборами урожая. Так возникли основные единицы измерения времени. Сутки, месяц, год. Так сложились первые календари, равные отрезки времени, разделенные на месяцы. Календарь нужен был по многим причинам. Так, например, в Египте необходимо было знать, когда произойдет разлив Нила. Ведь если не собрать вовремя урожай, то стремительные воды Нила обрекут людей на голодную гибель. В Древнем Риме календарь сообщал о необходимости выплаты долгов. По традиции, жрецы в первый день месяца объявляли о том, что необходимо выплачивать долги. И люди знали, что именно в этот день нужно выплатить проценты из своей задолженности. Календари в древности использовали в основном в хозяйственной деятельности. Время в таких календарях движется как бы по кругу. От полнолуния к полнолунию, от одного разлива Нила к другому. Такое измерение времени получило название циклическое. Позже функции календаря расширились. Ведь календарь — это свидетельство определенного уровня культуры каждого народа. Календарь должен был стать хранителем определенных событий и важных дат в истории своего народа. Поэтому в каждой культуре возникает своя точка отчета времени. И теперь время можно представить как линию. Например, египтяне боготворили фараонов и начинали каждый раз отчет времени с момента начала их правления. Однако это было неудобно, ведь после смерти приходилось начинать все заново. Крупнейшим событием в истории Древней Греции были, естественно, Олимпийские игры. И точка отчета были именно они. А в Древнем Риме годы считали о дате основания этого города. И со всеми этими событиями вы познакомитесь чуть позже на следующих наших занятиях. Конечно, считать время по таким календарям было очень неудобно. А вот календарь, который ввел Гай Юлий Цезарь, нам с вами показался бы уже знакомым. Ведь год там начинался с 1 января и 3 года длился 365 дней, а 4 год составлял 366. Год делился на 12 месяцев. Такой календарь позже получит название Юлианский. Однако и он, к сожалению, был не совсем точным. Именно поэтому в 1582 году римский папа Григорий XIII ввел новый календарь, который получил название Григорианский. Наши предки славяне также использовали различные календари, связанные с языческими представлениями о природе. Однако с принятием христианства в 988 году мы перешли на Юлианский календарь. Однако точка отчета была сотворение мира. По указу Петра I с 1700 года наша страна стала отчитывать время от Рождества Христова. Однако Григорианский календарь был введен лишь в 1918 году. К этому времени разница составляла уже 13 суток. И после 31 января наступило сразу 14 февраля 1918 года. Православная церковь живет по Юлианскому календарю. Именно поэтому мы Новый год празднуем дважды, в ночь на 1 и на 14 января. Несмотря на то, что Григорианский календарь является самым распространенным, если мы с вами сегодня попадем в какую-нибудь мусульманскую страну, например, в Пакистан, и заглянем в календарь, то увидим, что мы оказались в 1437 году. А теперь давайте с вами перенесемся в Израиль и окажемся в 5776 году. А возвратясь в Европу, мы с вами снова вернемся в 2016 год. В чем же дело? А дело в разных точках отчета. В Израиле исчисление лет идет от сотворения мира. В мусульманской же любой стране важной датой считается переезд пророка Мухаммеда в Медину. Мы же с вами привыкли измерять наше время от Рождества Христова, которое было намного позже, чем сотворение мира, 2016 лет назад. Эта система лет и исчисления является общепринятой на сегодняшний день. Всю историю можно поделить на два больших периода. До рождения Иисуса Христа и после. Историки называют до рождения Иисуса Христа время до нашей эры, а после нашей эры. Как же считать годы до нашей эры? В этом нам поможет лента времени. Нам известно, что Рим был основан гораздо раньше рождения Иисуса Христа, в 753 году до нашей эры. А Олимпийские игры в древности прошли еще раньше, в 776 году до нашей эры. Мы видим, что годы до нашей эры нумеруются как бы в обратном порядке. Сначала был 776 год до нашей эры, потом наступил 753 год до нашей эры, и так далее вплоть до первого года до нашей эры. Нулевого года нет, естественно. После первого года до нашей эры наступает первый год нашей эры. И все, что находится позже, тоже будет считаться нашей эрой. Если нам с вами необходимо посчитать, сколько лет прошло от одного события до другого, то в этом нам с вами поможет лента времени. Обратите, пожалуйста, внимание, что события, находящиеся в одной эре, необходимо вычесть, а события, которые располагаются в разных эрах, необходимо сложить. Так, со времени образования Рима, в 753 году до нашей эры, необходимо прибавить 2016 и 753. В итоге мы с вами получим 2769 лет. А вот со времени первого упоминания о Москве, которое произошло в 1147 году, прошло всего лишь 869 лет. Для этого нам с вами необходимо из 2016 вычесть 1147. Мы уже с вами познакомились с такими временными единицами, как сутки, месяц и год. Однако историки измеряют время в гораздо больших единицах. Так, 100 лет составляют одно столетие или один век, а 10 веков составляют тысячелетие. Века принято обозначать римскими цифрами, в то время как мы с вами привыкли пользоваться арабскими. Так, первые 100 лет будут составлять первый век нашей эры. Однако уже начало 101 года будет уже второй век. Чтобы вычислить, какой век составляет тот или иной год, необходимо простое действие применить. Отбросить две последние цифры года, а к оставшимся прибавить единицу. Так, например, 1147 год, отбрасываем две последние цифры и получаем 11. К ним прибавляем еще один, получаем 12 век. Итак, мы сегодня с вами познакомились с азами хронологии. И я надеюсь, что у вас не возникнет никаких трудностей при выполнении домашнего задания. Попробуйте решить такую задачу. Представьте, что вы работаете в музее и к вам принесли монету времен Гая Юлия Цезаря. Внизу монеты стоит подпись «45 год до нашей эры». Определите, пожалуйста, подлинность монеты и объясните свое решение.